МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30 М99,1 ФМ на нашем веб-сайте radioNVC.com Ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Также радио NVC. Сегодня со мной вместе на народной трибуне капитан первого ранга ВМФ Соединенных Штатов Америки в отставке Юрий Табах. Здравствуйте, Юрий. Привет, Чикаго и все, кто нас слушает сегодня. Чикаго, Израиль, Россия, Украина. В общем, у нас довольно широкая география слушателей. Привет всем. Да, да, да. Всем привет. С праздником всех швот, всех, кто празднует. Начнем, пожалуй, вот о чем. Я краем уха слышал и немножко даже послушал, собственно, саму запись этого разговора между Порошенко и Байденом. Хотя, как мне показалось, я, может быть, не все слушал, но я подумал о том, что у нас по телевидению показывали выступления Байдена, когда он там на форуме на каком-то так бодро, с таким бахвальством говорил о том, что уволить этого сукина сына, а то не получишь миллиард долларов. То есть я решил, что ничего нового нет. Может быть, вы что-то еще услышали в этом разговоре? Ну, Байден, в принципе, когда он это объявил, все и так хвастался, что все-таки этого сукина сына уволили, он забыл упомянуть, что этот сукин сын Шокин как раз расследовал компанию, коррумпированное отмывание денег, там были наши послихи ввязаны, много чего, кто еще из американцев участвует в этом, ну, грабеже Украины и грабеже американских налогоплательщиков на отмывании денег, что он забыл сказать, что вот этот Шокин, он как раз расследует вот эту коррупцию, да, вот эту компанию, и там вот так получилось, что там на совете директоров находится его сын, который получил миллион или больше миллиона чуть долларов за то, что он просто сын Байдена, он там ничего не делал в этой компании, ничего не решался, делал просто, говорится, на борде, на языке он не говорит, культуру он не знает, про химическое, газовое, нефтяное промышленность, он ничего не понимает, но вот такая зарплата у него в Украине, можно сказать, нищей стране, где люди, правда, еле-еле сводят концы с концами, сын Байдена, это, можете аргументировать, это взятка, и, конечно, из этого разговора что было, что я услышал, я услышал то, что Байден говорит Порошенко, чтобы тот уволил от генпрокурора Шокина, почему он там не объясняет, ну вот просто уволил, потому что тот корруппированный, тот, тот, все, все, мировое общество хочет, и Порошенко ему отвечает, да, все, он дал, подал, значит, в отставку, я тебе хочу сообщить хорошую новость, правда, мы ничего на него не нашли, вот, ну, что он где-то был коррумпированный, этот человек, вот, ничего не нашли, ну, визы там посольство не выдает американское тем, кто могут быть свидетелями по этому поводу, значит, это все нормально, и поэтому Порошенко, как говорит, я уволил его, но увольнять его было не за что, он делал свою работу, просто он расследовал так ту компанию, которая платила президент, вице-президента Байдену, сыну сумасшедшие деньги за ничто, и второе, они там что-то сказали, что Коломойский, это как заноза в жопе, я, это не мои слова, это их, Байдена, и что его банк мешает, и что надо его банк тоже, значит, как-то уничтожить, вот Коломойский такой вредный мужик, оказывается, он мешал разворовывать Украину, да, ну, сейчас, конечно, со мной многие будут аргументировать это, но это не я говорю, это говорит Байден, так что все вопросы к нему, а не ко мне, ну, вот это то, что я услышал, конечно, когда ты сравниваешь это и сравниваешь, что президент Трамп звонит Зеленскому молодому президенту и говорит, слушай, у тебя там коррупция, по-моему, там замешан мой вице-президент, тебе бы надо расследовать это, если ты хочешь строить страну демократичную, если ты хочешь, чтобы мы ей помогали, если ты хочешь, чтобы ей давали денег, давали то-се, посмотри, дай расследованию, чтобы коррупция ужасная, и, по-моему, замешаны американцы там, ну, и уясняется, что там замешаны и наши послихи, там замешаны и сын Пайдена, и Пайден, в общем, очень обидно, с одной стороны, как американцу, да, и тебе, и мне должно быть, потому что мы страна, которой даем много денег другим странам, помогаем, заставляем их бороться с коррупцией, а с другой стороны, получается, что наше руководство, что люди, которых мы избрали, часть этого, не только часть, они как бы главари получают с этого. Возглавили, да. Юр, давай попробуем принять звонок. Добрый день. Слушаем вас. Алло, не, не получилась связь. Да, то есть во всем мире мы провозглашаем борьбу с коррупцией, а на самом деле получается, что верхушка администрации с молчаливого согласия, похоже, ведь Обама знал о том, что там происходит, и он в свое время не позволил проводить расследование в отношении Бурисмы. Да, поэтому он знал, конечно, он знал, и говорят, что он сам говорит, что он несколько раз говорил с Байденом, говорит, ну, по-моему, там какой-то конфликт интересов, ты же вроде, это же Байден отвечал за Украину, Байден был ответчиком за все это, поэтому, конечно, он знал. Ну, тогда... Он не отрицает. Ну, понимаешь, поэтому Обама все время хвастает, вот при мне никаких скандалов не было, при мне никаких скандалов не было, потому что все это покрывало, потому что все это прикрывало. Конечно, скандалы при Трампе, или при том, который все время хочет расследовать, потому что все время говорит, нет, надо открыто играть, а не так, как ты делаешь. То есть, то, что у тебя, при тебе никаких скандалов не было, так и в Северной Корее тоже никаких скандалов нет, а в России тоже никаких скандалов нет. Давайте попробуем все-таки еще раз попытку еще одну принять. Звонок, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Александр Ашкелон Израиль. О, здравствуйте, Александр. С праздником вас в Шавоттех. Спасибо. Я хотел бы вам сказать такую вещь. Я с удовольствием слушаю ваше радио. Я является одним из главных источников, который информирует нас о событиях в Израиле, в Америке. И, извините меня, собака тут, и хотел бы вам сказать такую вещь. Сейчас демократы попали в Цунцванг, потому что все эти губернаторы демократические и вообще демократическая партия, они не могут не открыть Штаты, и в то же время они боятся их открыть. И поэтому экономический кризис, который сейчас в Америке страшный, я думаю, что он скоро сменится большим подъемом, и поэтому Трамп имеет большие шансы выиграть. Окей, спасибо, Александр. Мы об этом поговорим чуть более подробно. Спасибо большое за то, что слушаете нас в Израиле. И с праздником вас. Спасибо, спасибо. Удачи вам. Спасибо. И, как говорится, больше вам денег для продолжения вашей. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Мы вернемся к этому. Здравствуйте, собачка. Более подробно поговорим о том, что происходит у нас. Пока вот давайте все-таки возвращаясь к этой пленке, к выступлению Байдена и так далее. Как вы думаете, это каким-то образом отразится на популярности, на рейтингах Байдена, даже если это станет... Ну, наши медиа об этом, масс-медиа об этом, конечно, ни слова нигде не промолвит. То есть, люди, которые до сих пор считают, что Трампа посадил в Белый дом Путин, они так и считают. Я иногда смотрю в соцсетях, и они в полной уверенности, как будто они живут на другой планете, как будто они не знают о тех разоблачениях, которые стали достоянием гласности, как будто действительно живут в каком-то своем пузыре. Ну, понимаешь, это болезнь, это диагноз, ты ничего поделать не можешь. Может быть, просто... Понимаешь, я думаю, что уже все определились, уже все прекрасно определились, кто за кого голосовать будет. Дело в том, что кто выйдет голосовать, кто правда реально пойдет и проголосует. Вот в этом опасность существует, потому что демократы намного более организованы в этом, поэтому они хотят, чтобы шло голосование по почте. Потому что они будут ходить из дома в дом, они будут в двери стучаться, говорить всем этим обдолбанным, обкуренным, давайте заполнять, давайте мы пойдем вас... Потому что они это делают даже, когда они по почте, они приходят и говорят, пойдемте, там бесплатные донаты, там бесплатный кофе, вы пойдете проголосовать, за руку их ведут, чтобы те голосовали. И по почте тем более. Ну, и потом, конечно, можно там будет, коррупция будет большая. Поэтому они за это, они более организованы. Поэтому, если республиканцы не выйдут и не проголосуют, то там реально может проиграть. Поэтому я всех призываю против голоса. А то, что сейчас пытаться кого-то перетянуть на свою сторону, я думаю, все уже давным-давно решили. И пытаться переубедить леваков, что Трамп не пророссийский, это все равно вот, что я недавно слышал, мне один доказывал, я имел неосторожность с ним поздороваться, доказывал, что на Северном полюсе под ледом Третий Рейх, и там еще Гитлер его еще держит живым, и я идиот, если я в это не верю. Знаешь, это доказывает этим людям, и там Яши Кедми доказывают, что, знаешь, и Сирия, там, и Иран, Ирак, они не хотят, чтобы Израиль существовал. Но это не докажет, он считает сам, что Израиль не должен существовать. Поэтому это бесполезно им доказывать. Сегодня мы видим, что Трамп выходит односторонне, выходит из договора по открытому небу. Почему я об этом говорю? Потому что я служил в этой организации, где вот одна из частей была открытое небо, я знал этих летчиков. И он односторонне выходит из этого договора, точно так же, как он односторонне вышел из договора по ракетам среднего и ближней дальности. Юр, у меня к вам просьба. Могли бы вы чуть подробнее рассказать вот об этом договоре открытое небо? Что это за договор? Какие условия? Это договор, когда этот договор еще пытался сделать Айзенхаур с Хрущевым, пытался договориться, не получилось, он его просил. Это еще пытался Никсен с Брежневым, тоже у него не получили, посылали все. Поэтому потом это получилось у Регина с Горбачевым. Они сделали такой договор по ракетам средний и ближний дальности. Это смотреть, что мы не организуем, мы не мобилизуемся и что войны нет, что движения, передвижения войск, передвижения оружия нет. Поэтому разрешили летать. Значит, самолеты разведывательные, мы говорим, мы сейчас будем пролетать у вас на такой-то там территории. Там дают там 6 часов или сколько-то заранее им знать. И они говорят, хорошо, мы готовы, мы вот там, чтобы не сбили, чтобы ничего такого. И вот самолет пролетает и смотрит, проверяет, есть там что-то такое, что может угрожать Соединенным Штатам Америки. Ну и то же самое Россия может делать над НАТОвскими странами и над Соединенными Штатами Америки пролетает. Этот договор был довольно-таки долгий. В общем, Россия стала не исполнять свои обязанности. Мы говорим, мы хотим пролететь над Крымом, нет, нельзя. Мы хотим пролететь над Абхазией, нет, нельзя. Мы хотим пролететь там, сям, здесь, вот у вас идут учения, мы хотим пролететь. Это в договоре описано, имеем полное право. Они говорят, нет. Тогда Трамп сказал, знаете, что договор бестолковый. Они летают над нами, еще пролетели над его гольф-клубом. И он говорит, я выхожу из этого. И это как бы унижает Путина, он даже с ним не советуется. Он говорит, все, я выхожу, и все, у тебя там 6 месяцев есть поменять решение. Но если ты поменяешь решение, то в этот договор давай еще своего союзника тащи сюда, Китай. А то, что ты над нами будешь, а потом нам-то это не надо. У нас с тех пор, это 30-летний договор, 30-летний договор. У нас с тех пор уже космическая, так развита космос, что мы видим, что происходит в России и без полетов. Поэтому я говорю, видите, он же, как же это он работает на русских? Я уж там не говорю о консульствах закрытых, о северном потоке. А это все его Конгресс заставляет делать. Нет ничего подобного. Вот наоборот. Это все. А то, что он летальное оружие дал Украине. Почему же Обама, когда Украине нужно в 14-м и 15-м году было больше всего оружия и помощи Соединенным Штатам, мы им посылали одеяло. А пришел только Трамп, прекрасно понимая, что Украина поддерживала Клинтона. Он сразу дает летальное оружие и дает больше денег Украине. И все равно, это все он делает, это его Конгресс заставляет. Да ничего подобного. Потому что в то время Конгресс был республиканский. И Маккейн был. И почему же они тогда не заставили Обаму это сделать? Конгресс-то. А когда уже Таорем пришел, потом уже был Конгресс демократический. И они были против. Обама был против этого. Конгресс давным-давно, еще при Обаме, разрешил сразу, как только война началась, давать летальное оружие. Это Обама вето на это положил. Поэтому, да, я тебе сейчас дорасскажу. Поэтому сейчас, потом Трамп все время в предвыборной кампании говорил, что я из этих договоров выйду. Что же Россия его поддерживала тогда с вашей логикой, чтобы он вышел и вот так вот унижал Путина и все, что он вообще не считается. Но сегодня, когда Обама говорит, я выйду из этого договора, я из него выхожу. Что наш Конгресс демократический говорит, надо отнять это право у Трампа, чтобы он выходил из международных договоров. Значит, получается, что Трамп все равно пророссийский, потому что он хочет из этих договоров выйти. А наш демократический конгресс антироссийский, потому что они хотят это право у него отнять и остаться во всех договоров с Россией. Нарушает она, не нарушает, угрожает она, не угрожает, мы все равно с ней останемся. Вот такой у нас Конгресс. Все до точности наоборот. С одной стороны, да, убедить невозможно, потому что один аргумент это то, что Конгресс заставляет Трампа действовать против интересов России. А с другой стороны, еще у них, еще смешнее есть аргумент. Это он специально делает, чтобы запутать, так сказать, чтобы обмануть, чтобы скрыть свое вот это вот. с Россией, чтобы никто не догадался, что он на Россию работает. Поэтому он разбомбил ЧВК в Сирии, поэтому он закрыл Северный поток, поэтому он вышел с договора. Это чтобы запудрить мозги, чтобы трамписты, так сказать, верили свято, что он работает против России. Ну, в общем, аргументов массы все они... Это знаешь, это в начале 90-х, когда я приезжал в Советский Союз, в Россию, когда только в Россию, в первые разы, у меня все время люди там делились на две категории. Там были или люди, которые имели голубые крови, они говорили, о, я принадлежал вот князьям, или моя семья из благородных дворян, знаешь. Я так смотрел на эту пьяную рожу, где ты, где дворяне? Потому что я здесь же служил с ребятами, учился, которые из дворянских семей, да, в училище. А вторая половина, она говорит, да, я был в коммунистической партии, да, я был в коммунистической партии, но я в нее вступил, чтобы с ней бороться изнутри. Вот, все. Так же и вот наш этот конгресс демократический. Это вот он так. Понятно. Хорошо, давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально там три-четыре минутки. Переведем дух и после этого вернемся. Продолжим. Обязательно примем звонки, так что, если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Напомню, с нами сегодня капитан первого ранга ВМФ США Юрий Табах. И мы обязательно сейчас примем звонки, только одно сообщение, буквально. С 1 июня офис адвоката Михаила Керна возобновляет прием клиентов в своем офисе по адресу 395 из Данди Роуд, комната 450 в Виллинг. Ну, а для желающих сохраняется вариант приема посредством видеосвязи через Zoom, Skype или по телефону 847-808-04-00. Немного-понемногу жизнь начинает возвращаться как бы на круги своя. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сережа. Очень рад вас слышать опять и приятные очень воспоминания имеются. Вот у меня такой вопрос. Значит, Сенат вызывает эта банда негодяев, 7 человек, включая Коми. Называется, значит, троп-цаппинос за голосование. О каком голосовании может быть, как эта банда под присягой врала? Голосовать о чем? Так я и не понимаю. Может, вы объясните мне? Спасибо большое за вопрос. Ну, имеется в виду голосование, чтобы наделить, чтобы отправить повестки, комитет должен проголосовать за это большинством голосов. Либо они, да, это делают, либо они этого не делают. Но поскольку в комитете все-таки, я думаю, что это юридический комитет, который возглавляет Линдзи Грэм, я думаю, что большинство республиканцев в этом комитете, ну, как обычно водится, у кого большинство в палате, того и большинство в комитете. Ну, вот для того, чтобы наделить полномочиями выписать повестку, комитет должен проголосовать. Юрий, если я не прав, поправьте меня. Да, да, нет, все верно. Поэтому это процедура, которая должна пройти. И, знаете, это, как вам сказать, ну, вот сегодня, сейчас, чтобы уже сразу объединить несколько вещей в одно, сейчас у нас произошла большая трагедия в Миннеаполисе, где полицейские задушили одного чернокожего человека, у которого, да, там, преступное прошлое, и все такое, но, в принципе, совершили убийство на глазах у многих людей. И это противозаконно. Но этих полицейских нельзя сразу сажать в тюрьму. Вот когда ты смотришь на эти ужасные кадры, то ты думаешь, сразу надо в тюрьму, сразу без суда, без следствия, без чего. Ну, нельзя. У нас такие правила, что надо все равно провести следствие, надо все равно провести судно над этими полицейскими, которых я даже не хочу называть офицерами, они не заслуживают привилегии так называться. А в основном полицейские все, я просто хочу подчеркнуть, у нас хорошие, порядочные, смелые ребята, очень патриотичные, ну, как и в любой организации, попадаются вот такие нехорошие, которые дают всем плохое имя, которых надо избавляться как можно раньше. И, к сожалению, такой случай у нас произошел в Миннеаполисе, и сейчас в Миннеаполисе уже в Нью-Йорке у нас идут раят, идут мятежи, где сжигают машины, магазины, грабят. Понимаете, это тоже не годится, потому что нельзя, чтобы эти люди брали вот так вот закон в свои руки и начинали, а под этот шумок они и телевизоры грабят, телефоны, грабят магазины и все остальное, потому что они тоже криминалы, одно криминальное действие нельзя заменить другим, как бы в противовес этому. Поэтому, да, конечно, они и врали, и под присягой они врали, и врали они в Конгрессе, но должен пройти процесс, должен пройти как бы вот этот судебный процесс, где голосуют, где говорят, да, мы все с этим согласны, или большинство из нас согласны, и тогда дальше продолжать. Это была огромная ошибка с демократической партией, как они вот так вот нахрапом думали, что они возьмут Трампа, придумали, что у него связь с русскими, что он сговор там с Путиным, все, давай, никаких документаций, никаких доказательств, никаких доказательств, никакого расследования, ничего, вот сразу давай, не прошло, не проходит, а вот телефонный разговор был с Зеленским, он на него жевал, он его шантажировал, давайте вот импичментом устроим, а никаких документов, никаких доказательств, ничего нет, не проходит. Поэтому, если вы хотите, правда, побороть и вывести на чистую воду криминал в демократической, в республиканской партии у нас у власти, то должен пройти процесс, как и над этими ужасными убийцами полицейскими. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Аллил, здравствуйте, можно вернуться к мне в прессу? Пожалуйста. Да, просто я понимаю, произошло преступление, преступление совершают разные люди, и даже, в случае, люди при власти совершили полицейские. Но, после этого, когда протестующие, вместо миганной демонстрации, начали, ну, громить магазины, а после этого совершили полицейское управление, и полицейская сторона ничего не делать, я тоже это не могу понять. Сказать вам много. Но это получается, что, если кто-то сделал преступление, то другим, возможно, делать все, что угодно, и эти же полицейские поясы, это не будут защитить нас. Если люди просто бы стояли нормальные люди бы, полицейские проигнорируют, потому что их можно... Ну, для меня это вообще непонятно. Хотя, как мэр этого города, я понимаю, это он дал указания начальнику полиции, чтобы ничего не предпринимать, вообще, чтобы нас защищать. Но это ненормально, это не должно быть. Абсолютно. Поясните, может, я что-то... Он как раз мэр города еще раз хныкался по телевизору, стал плакать, не мог говорить. Это не лидер, это не показатель лидерских качеств, но я не хочу над этим сейчас грубиться и это использовать в политических направлениях, но это демократический стат, демократический город, это управляется демократами, так же, как и почему коронавирус у нас в демократических штатах в несколько раз больше, чем в республиканских, потому что нет порядка, потому что они не лидеры, не могут, они пытаются угодить большинству, угодить, они пытаются быть большевиками. И поэтому так происходит. Я уверен, что займет не так долго, как в этом убийстве начнут обвинять Трампа, что вот полицейские, что они эти супремисес, что они вот эти куклакс-кланцы, и поэтому вот Трамп им дает волю, и вот они начинают убивать чернокожих. Кстати, в Миннеаполисе три года тому назад черный полицейский мусульманин убил белую женщину, которая просто бежала в его сторону, но это в СМИ никогда не попало. Поэтому это тоже тогда в какой-то степени разыгрывается СМИ, нашими левыми СМИ и политизируется, что вот самое противное, что это политизируется все, что из-за всего, из-за убийств людей делают политику, себе политики делают карьеру, или таким образом борются со своими оппонентами. На удивление выступил губернатор Миннесоты и в отличие от всех остальных демократов, представляющих тот или иной муниципалитет, штат и так далее, он не начал свое выступление с того, что Трамп виноват в том, что вот это вот все российские, вот российская волна, это вина Трампа, и поэтому полицейский застрелил черного несчастного человека. Что касается мэра Миннеаполиса, мне он почему-то и внешне, по характеру его выступления напомнил Трюдо, который вот сейчас в Канаде. Такой же молодой, такой же бестолковый, такой же безмозглый, абсолютно леворадикальный штимп. Он даже внешне на него похож. Он даже внешне на него похож. Из всех одна мама родила. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Ну, первый пошел, тот, который давил арестован. Арестован. Кстати говоря, за ним, подобный грех числится давно, я читал интервью. Да у него 18 комплейнов, насколько я помню. Да, а вот Эми Клабучар, которая в коротком списке на должность вице-президента к президенту, который никогда президентом не станет, по-моему, она в свое время отказалась возбуждать против этого самого офицера уголовное дело, хотя бы была жалоба подобная. Спасибо. Спасибо. Тоже так нельзя сразу увольнять, если есть комплейн, очень многие пишут комплейн, я хочу по-русски сказать, жалобу пишут на полицейских, когда полицейские не заслуживают этого, просто что, потому что полицейских арестовал или просто потому что полицейский ему выписал штраф, знаете, сразу люди очень много пишут жалоб на полицейских, это надо в них разбираться, они... Мы помним, во время президентства Обама сколько было жалоб, объявляли полицейских и убийцами и так далее, и так далее, потом разбирались, оказалось, что, в общем, полицейские действовали в рамках закона и ничего не нарушили. Да, сам Обама один раз обвинил полицейского сержанта, что он дебил, когда он попытался арестовать одного чернокожего его профессора из Гарвардского университета, потому что он думал, что он вламывается в чужой дом, и потом этот полицейский приехал к Обаме на разборке в Белый дом сержант. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте, а почему нельзя сделать что-то радикальными мерами? И на это все закончили. Один город пустит под нож, и это самое, потом вся страна бы поняла, что так нельзя, а ведь винтяжные, сжечь, убивать, кричать, что давайте убивать белых людей. Вот так вот просто пустить, как русский ОМОН, пропустить через город, и на этом, я думал, все закончилось бы, никогда бы они больше не поднялись бы, так они, как сейчас происходит, по всей Америке. по-принципе. Ну, к сожалению, юрист сказал. Можно еще лагеря устроить, построить лагеря, чтобы сразу их туда кидать, и все. К сожалению. И будет пример другим, будет пример другим. Расстреляем полстраны, полстраны будет себя вести. Нет, просто, к сожалению, действительно, там, где правят в метрополиях демократы, оно рано или поздно к этому приходит. Вы вспомните, какие кардинальные перемены произошли после того, как в Нью-Йорке мэром избрали Руди Джулиани. Какой был бардак, какова была преступность в Нью-Йорке, и потом все поменялось. Ну, и посмотрите на Калифорнию, какая Калифорния была при Регине, и какая Калифорния сейчас. Да, да, к сожалению, так. Идем дальше. Теперь о наших губернаторах. Ну, скандал с Куома, мы уже знаем, уже, так сказать, ну, он пытается откреститься от этого, то есть, там, практически половина умерших в Нью-Йорке, это люди, которые умерли в Нью-Йорксингхомах. И, оказывается, Куома издал исполнительный указ, которым запрещал Нью-Йорксингхомам отказывать в приеме постояльцев, которые уже, так сказать, инфицированы и диагностированы с COVID-19. То есть, люди с вирусом, больные, и Нью-Йорксингхомы вынуждены были их принимать назад, потому что было такое распоряжение губернатора. Это не только в Нью-Йорке, это также у нас в Филадельфии губернатор Вульф, его представитель по здравоохранению, как бы штатный, штатский министр здравоохранения, она выдала такой указ, чтобы брать зараженных людей пожилых в Нью-Йорксингхомах посажать, но перед тем, за день перед тем, как издать такой указ, свою маму она из дома престарелых забрала. Это такая аглая тетка, фамилия Левин, по-моему, у нее. Да, по-моему, она была не тетка раньше. Да, ну, внешне оно как-то, да, непонятно. Окей. А вот в Мичигане тоже губернатор Витмар оказывается по сей день не отменила это распоряжение, по сей день заставляет Нью-Йорксингхомы принимать инфицированных больных назад, после того, как их диагностировали с COVID-19. Вот возникает вопрос, это для чего делается, почему делается, с какой целью? А это потому, что это гуманитарные, потому что это демократические, либеральные, гуманитарные штаты, где они всех любят, где они за справедливый, ну, Советский Союз, социализм, да, возьмите Китарь и все. Если вы возьмете республиканские штаты, вот эти вот, бесчеловечные штаты, так там и домов престарелых меньше, там своих родителей люди не сдают, в дома престарелых, они их держат у себя дома и пытаются, чтобы те последние часы или дни своей жизни провели дома, а не в доме престарелых, как это, а в демократических штатах этого намного больше. Вот и все, это просто мораль и честь и людей, которые вы имеете, социалистов, и вы имеете людей рабочих, капиталистов, которые ходят на работу каждый день. И не имеют времени ходить по домам, стучать в дверь, раздавать листовки и учить тунеядцев, как можно доить страну. И как страна, что им страна и держава должна. И должна и еду, и должна и медицину, и должна обучение, и должна давать им бесплатные шприцы и иголки для введения наркотиков, и должны наркотики давать бесплатно, и должны все, все им должны, должны. Они ходят и этому обучают. Это революционеры, такие вот пионеры, комсомолки такие. Я их вижу в Филадалфии постоянно, в районах, которые неблагополучные. Они ходят, и еще больше их пытаются, чтобы они в этом болоте продолжали находиться. Если уж говорить о нюрсинг-хомах, вчера нам позвонили, позвонил человек, у которого знакомая работает в одном из таких нюрсинг-хомов у нас здесь, в Иллинойсе. И какую-то странную вещь рассказала, что вот эту ее знакомую отправили в отпуск без содержания, по-моему, на три месяца, что ли. При том, что в нюрсинг-хомах не хватает рабочих рук, при том, что на одну, так сказать, вот тенден до этого приходится 60 жителей, жильцов этого нюрсинг-хома. Можете себе представить, один человек смотрит 60, так сказать, пожилых людей, которые нуждают, может, физически уже не в состоянии самостоятельно действовать. Я этого не понимаю. Это какая-то жуткая совершенно картина. Совершенно жуткая картина. Так вот, я все-таки не знаю, либо это, либо это для, ведь они же отдают себе отчет в том, что нюрсинг-хомы не приспособлены для того, чтобы изолировать людей, предоставить им, ну, лечение адекватное. Они для этого не приспособлены. Значит, они заведомо отправляют людей на верную смерть, по сути дела. Так вот, с какой целью они отправляют людей на верную смерть? Для того, чтобы избавиться от балласта, для них пожилые люди это балласт, тем более, что они никогда, ну, если только за них там кто-то не проголосовал. Либо, либо что? Либо у нас какой-то из гениальных демократов представителей сказал, это хорошо, что коронавирус убивает много пожилых людей, потому что они будут голосовать за республиканцев. Либо, либо, чтобы количество умерших, чтобы число это росло, чтобы народ держать в страхе, представляя вот эти кошмарные цифры, там больше ста тысяч человек уже умерло, и таким образом нагнетать панику, нагнетать, оправдывать свои бестолковые действия по закрытию бизнесов, по закрытию экономики, наверное, с этой целью делается. Еще раз говорю, вирус существует, серьезный, сложный, страшный, люди умирают, но, но вот те меры, которые предприняты были, и сейчас продолжаются, вот у нас сегодня, там, с 1 июня, мы переходим к третьей фазе, то есть, если посмотреть, то это такое непонятное, это никак не способствует росту экономики. В других штатах, так, как вы справедливо заметили, там, где губернаторы, республиканцы, они это делают как-то более разумно, более рационально, потому что понимают, что, другого пути нет, начинается, я смотрел какие-то цифры, совершенно сумасшедшие, насколько выросло количество самоубийств, так сказать, смертей от передоза, количество преступлений, связанных с насилием дома, количество домашних краж, вот этих вот домушники и так далее, то есть, они 100-400 процентов рост составляют, и, как справедливо заметил президент Трамп, что иногда лечение бывает страшнее, чем сама болезнь, и это действительно так, иногда лечение бывает, ну, как бы чревато, потому что и доктор, вот, скажем, доктор наблюдает, там, серьезная какая-то страшная болезнь, и доктор говорит, понимаешь, нужно найти некий баланс, потому что лекарство, которое мы будем применять, или должны применить, оно несет в себе реальную угрозу, потому что у него очень серьезный сайд-эффект, поэтому давай смотреть, когда в этом уже будет крайняя необходимость, тогда будем применять это лекарство, потому что сайд-эффект может быть хуже, чем, собственно, сама болячка. Сайд-эффект, это побочное явление, потому что у нас много русскоязычных. Да, да, да. Сереж, это очень интересная тема, но это не моя тема, я не хочу звучать, что я знаю все про все, но я не вирусолог, и про коронавирус уже много чего, давай что-нибудь ближе ко мне. Любая тема, давайте, любая тема, готов выслушать, вы же много, много наблюдаете за тем, что, да, кстати, и возвращаясь к Украине, вот как бы сейчас обсуждается тема, что Зеленский попал как бы между двух огней, с одной стороны, с одной стороны его, прессуют как бы представители демократов, запугивая тем, что они победят на выборах, и ему тогда не поздоровятся. С другой стороны, ну, как вот эту ситуацию вы можете обрисовать? Я считаю, что он себя ведет где-то правильно, потому что он не принимает ни одну сторону, ни другую, и так должны себя вести. Не как его предшественник, он взял жесткую сторону демократов, потому что ему, не потому что он был продемократ, Порошенко был за демократов, или потому что он так Обаму любил, просто его уверили, что выиграет Клинтон, и другого ничего нету, и он как политик, он сказал, хорошо, я займу сторону победителя, да, я буду с победителями. многие страны взялись в сторону Гитлера, потому что он был победителем, а когда он стал проигрывать, они пришли на другую сторону, это политика. Я думаю, что этот урок выучил Зеленский, и Зеленский теперь говорит, знаешь что, рано или поздно придут демократы, не в этот раз, не в следующий, но когда-то они придут, может быть, я уже не буду президентом, но надо быть нейтральным в этих отношениях, надо дружить и с теми, и с этими, и это правильный подход. И об этом говорит очень часто сам даже Шаликашвили, Миха Шаликашвили, Саликашвили, я все время путаю с нашим героем, генералом Шаликашвили. И Саликашвили говорит часто об этом, что надо держать нейтрально, он говорит, я дружил и с Бушем, и с Обамой, и с Трампом дружу, он говорит, это надо дружить со всеми, и это правильный подход, но с одной стороны, но с другой стороны, он тоже должен выполнять законность и конституцию, он гарант конституции, а по законности и гаранту конституции расследование вмешательства Байдена, расследование его сына с взяткой, расследование увольнения Шокина, генпрокурора, должно произойти, там должны быть открыты документы, ничего скрывать не надо, надо также и показывать честность. Нельзя покрывать преступников, нельзя с ними ходить в заговор, поэтому я думаю, да, у него ситуация не очень удобная, но с одной стороны, я считаю, что он пока что себя ведет правильно, и вот вскрываются разные вещи, там он никого не репрессирует за это, никого не заставляет, не берет взяток, поэтому ему уже очень сложно, очень сложно, и что в Украине вообще сейчас сегодня сложная ситуация, с войной, с экономикой, с этим коронавирусом, с политическими там разными разборками, с ростом антисемитизма, много у него проблем, будучи он, будучи этническим евреем, давайте мы следующий сегмент начнем вот с этой темы, возвращаемся в программу «Народная трибуна», напомню, с нами сегодня Юрий Табах, капитан первого ранга в отставке, ВМФ США в отставке, мы начали говорить про антисемитизм в конце предыдущего сегмента, и во время паузы, во время перерыва, я получил звонок, я сегодня уже упоминал, что у нас есть тут украинское радио, по-моему, один час идет днем где-то, и вот он говорит, попал на это радио, в смысле услышал, какой-то специалист рассказывал о том, что в Украине планируется или уже осуществляется реформа земельная, и он высказал не то что опасение, а тревогу по поводу того, что 400 тысяч бывших жителей Украины теперь являются гражданами Израиля, в том смысле, что евреи по дешевке сейчас скупят всю землю и, так сказать, поработят Украину. Да. Я сразу хочу сказать, господа КГБшники, вот придумайте что-нибудь новое уже, потому что видно, что в Украине уже не проходят эти антисемитские или расовые разделения, там люди образованные, молодые, хотят жить как в Америке, как в Австралии, они не обращают уже внимания на чья, какая кровь, сколько процентов крови у тебя течет в твоих венах, от кого, они голосуют за тех, и они выбирают тех, кого они считают лучше для Украины. Правильно они голосуют, неправильно это вы можете, надо им было голосовать за зеленение, это другое дело, но они на сегодняшний день уже не обращают внимания. Поэтому ваши попытки ввести вот этот раскол в украинское общество, ввести, используя вот этот старый КГБшный метод на антисемитизме закрученном, я думаю, что там уже не пройдет. Я несколько, хотя, конечно, сейчас это, я даже на себе уже испытал это, но опять же я считаю, что это российские провокации, это поставлено России, потому что я не верю в случайности, меня просто раздражает, что нет никакой фантазии, ничего нового не придумают, и вот решили сыграть на этом хрупких отношениях между украинцев иудейской верой и украинцев христианской верой. И опять столкнуть, и развить ненависть, и расколоть общество, развить это. Такой старый способ, который сегодня, в 21 веке, я думаю, уже в Украине не работает, и я надеюсь, что не работает. Да, просто расскажу про себя, расскажу свой опыт, я не буду никого, у меня был, наверное, такой знакомый, были хорошие у нас отношения, добрые, кофе пили, разговаривали, его зовут Андрей Пальчевский, так вот он сказал такую вещь, он закончил военный институт иностранных языков в Москве, ну, я не буду сейчас рассказать, что это за институт, те из нас, кто они знают, я со многими с ними работал, с выпускниками этого института, я знаю, кто они, что они, это пропагандисты, это КГБшники, этот институт принадлежит ГРУ, поэтому вот они такие, вот он тоже, это его алмамата, он вышел, и в какой-то день он выступал на каком-то канале, а он очень такой популярный, богатый, популярный, влиятельный человек в Украине, и он сказал, что он сначала был очень за Зеленского, все за Зеленского, потом Зеленский его не берет в свою команду, он на него обижается, и теперь все, что Зеленский делает, все плохо, Зеленский теперь такой разрушитель Украины, и он пытается стать мэром города Киева, поэтому вы понимаете, что это персоны важные, поэтому я обращаю на него внимание, потому что я его знаю лично, и вот он сказал, что из-за этой земельной реформы враги народа будут танцевать 7-40 на костях украинцев, что-то такое, я до слова не помню, но что враги Украины будут 7-40 танцевать на костях украинцев, человек, потом вы спросили, что это антисемитизм, нет, он против антисемитизма, он ни в коем случае, просто это первая песенка, веселая песенка, которая ему пришла в голову, когда он говорил, вот так он извинился, вот так он выкрутился из этой ситуации, человек, который говорит, что он говорит на 7 языках, я не думаю, что в военном институте иностранных языков его учили идаш, но вот эта еврейская песенка первое, что пришла ему в голову, никак украинцу ему не пришла там хапак станцевать на костях украинцев, не пришло ему в голову там после военного института иностранных языков спацать яблочко на костях украинцев, вот ему только 7-40 пришло на голову такому человеку, знаете, я не верю в эти случайности, я считаю, что это такой форменный антисемитизм, закидыванный, я не верю, что он сам антисемит, потому что он довольно-таки эрудированный, довольно-таки смышленный мужик, поэтому он не думает, что он антисемит, но он использует это для своих каких-то там счетов, разборов. Поэтому сегодня в Украине вести такое, когда все прекрасно понимают, что в первой стране вообще в мире, где открытый еврей стал президентом страны, большинство людей и за него проголосовало, когда сегодня очень такая чувствительная ситуация, и я не верю в совпадение. Второе, что там случилось, почему я не верю в совпадение, там один какой-то тоже политолог, я не знаю кто, он сказал, что в фашистской Германии было две дивизии СС, созданные из евреев. Потом он взял эти слова свои обратно, сказал, что он просто лоханулся, просто фигню спорол, потому что там возмутилось общество. Я тоже возмутился, и на одном канале сказал про вот этого Андрея Пальчевского, который сказал, что в фашистской Германии у Гитлера служило 150 тысяч евреев в армии. Я знаю, там книжка была одна, написана в Америке в 90-е годы, совершенно не так, там описывалось, рассказывалось просто разные вещи, как нацисты делили людей и на категории, если у тебя там была цыганская кровь, славянская кровь, еврейская кровь, одна восьмая, одна шестнадцатая, какую категорию людей попадало. И вот там с одной шестнадцатой, с одной двадцать восьмой, там люди считались все-таки немцами, но категории третьей, четвертой категории, вот они служили в армии, и вот оттуда он взял из заглавка, что 150 тысяч евреев. Для чего вот это делается сегодня в Украине? Зачем это все говорится, это поднимается? Сейчас он как бы говорит, там не пройдет антисемитизм у нас, я не антисемит, и не оголделые, и не пройдут нас оголделые националисты, оголделые националисты, теперь это проблема оголделых националистов, это они антисемиты, а не он, понимаете? Хотя вот эти вот оголделые националисты, это первые, которые стали кричать в Украине, что он несет, зачем он вот этот антисемитский раскол вносит, потому что как раз украинские националисты, они за всю Украину вместе, чтобы ее не раскололи. Это как мы, трамписты. Нас обвиняют в расизме, в том всем, а мы-то наоборот. Мы за то, чтобы Америка была цельной. И мы были бы сейчас украинские националисты. И он это сваливает на них. Зачем, значит, они делают это? Понимаешь, про Холокост нельзя говорить. А отрицать Холокост, это вообще-то противозаконно во многих европейских странах. И в Украине тоже не модно это сейчас говорить. Но сказать, что две дивизии СС евреи, 150 тысяч евреев в армии в Вермахте, что евреи сами себе устроили Холокост. Да, мы его не отрицаем, он был. Но он был устроен самими евреями. Они сами кидали своих детей в печи, набивали матрасы волосами, рвали золотые зубы и грабили. И все это. Это они сами себе сделали. Вот что они говорят. Но дело все в том, что эти не тот, не другой, не дурак, и не третий, и не четвертый, которые это делают в Украине. В России одновременно, я человек военный, я не верю в совпадения или в случайности. В России одновременно начинается опять вот эта вторая волна. Украинская хунта, украинская фашист, Зеленский, это перевертыш, когда говорят, ну как же он фашист или нацист, он сам еврей. А вот он перевертыш. Вот они сами это себе устраивают. И вот Зеленский, он он еврей, да, но он антисемит. И эти, все остальные, видимо, в прошлом из Советского Союза, из России, они это подхватывают и держат. Зачем они это делают? Кроме того, как расколоть общество и расколоть Украину, непонятно. Значит, теперь тоже они начинают, ну, Ключко, против кого Пальчевский идет на мэра города, он тоже еврей, у него тоже есть еврейские корни, у Гордона есть еврейские корни, такого там популярного, знаменитого журналиста или комментатора, я не знаю, как его там называть, но у него много там подписчиков на него, у него там больше миллиона или два миллиона даже у него людей по всему миру, которые в него подписываются. Я не говорю, там, прав, он не прав, я не про это интервью. Там он сейчас интервью взял и возбудил украинскую общественность, но вот я не верю, что эти вбросы и потом эти поздние такие полуизвинения, полунеизвинения, Пальчевский не извинился там, остальные там извинились, как бы вышли извиниться, но это уже поздно, уже вброс вошел, уже раскол в обществе есть. Так вот, что случилось со мной? Когда это произошло, я начал рассказывать на одном из каналов, на одном из моих любимых каналов, я очень любил по нему выступать, я, кстати, его рекламировал как независимый, как такой объективный. Я стал объяснять, откуда Пальчевский взял эту информацию из этой книжки, почему это неправильно, как в этой книжке все было написано не совсем, он ее не прочел, он просто заглавок вычитал, что там этот парень, который американец парень был то ли баптистом, то ли пятидесятником вырос, потом узнал, что у него бабушка была еврейка, он служил в морской пехоте, этот парень, потом поехал в Израиль, там служил в армии, он начал копаться, копаться, и накопал, ну, вкратце, он взял интервью, как бы он говорит, у четырехсот бывших солдат вермахта, уже у старичков, которые перепуганы, не знаю, что он хочет от них знать, но они говорили, да, там у ханцев, видимо, бабушка была еврейка, или там еще у какого-то, у Курта был, там прадедушка еврей, и вот он собрал этих всех, потом из этих четыреста, которых он опросил, он умножил это на семнадцать миллионов солдат вермахта, столько было в немецкой армии солдат, и у него получилось сто пятьдесят тысяч людей, у которых есть какая-то примесь еврейской крови, но тогда в Германии у многих было, как и сегодня в Украине у многих есть, когда люди так живут близко, там происходит это все, но если так говорить, тогда у нас Пушкин, негр, тогда там Ленин, калмык, это глупость, глупость этими заниматься, понимаешь, но вбрасывать это, чтобы внести раскол в общество, вот пожалуйста, и песенка просто первая пришла, семь, сорок веселая, вот и все, знаешь, в голову, поэтому на костях украинцев, или с его точки зрения украинцев, будет это происходить, так вот я на этом канале это вот пытался объяснить, я объяснил, этот канал выставил этот ролик, канал называется Политека, выставил этот ролик, и на этом ролике был, на ютубе, и на этом ролике было больше 150 тысяч просмотров, извини, 100 тысяч просмотров, и в какой-то момент они взяли и сняли этот ролик, вот почему они сняли этот ролик, мне теперь все пишут, теперь все звонят, почему этот ролик сняли, ты ли его снял, нет, я его не снимал, может россияне его сняли, нет, его сняла сама Политека, потому что или им не понравилось, или они испугались, что он может быть мэром города, или, кто-то сказал, деньги мы его не будем давать, больше снимайте, потому что этот американец, Гарри Юрий Табах, говорит на Пальчевского не лестные вещи, обвиняет его в антисемитизме, но уже Пальчевский извиняется тоже, он говорит, что это там не так поняли, не то, не все, но теперь получается, что эта Политека, она коллаборант в этом антисемитизме, раз она сняла мою, мое выступление, что им там не понравилось, что я сказал, что это были антисемитские выходки, значит, вот это такой довольно-таки популярный канал, у них много подписчиков, они, я часто там выступал, они сняли, и за какой причине, значит, на сегодняшний день они получаются коллаборантами в этом антисемитистском движении в Украине, вот еще раз хочу повторить, я человек военный, не люблю повторяться, но в Украине это уже не работает, найдите другой финт, в Украине современные люди сегодня живут, современные европейцы, они не хотят быть как россияне, они хотят быть как американцы, они не обращают внимания, сколько, одна десятая, одна шестнадцатая, одна четверть, или половина у тебя крови цыганской, чеченской, венгерской течет, они смотрят, будет хорошо Украине, если ты будешь ими избран, или плохо, я вот верю, что это сегодняшний день в Украине, поэтому эти российские, нацистские законы там не работают, и эти КГБшные, дешевые трюки тоже не работают. Спасибо, замечательно, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, меня зовут Евгений, хотел бы лично по телефону засвидетельствовать свое почтение Юрию Табаху, это первое. Второе, насчет коллаборантов, я тут пару дней назад выпустил, Саша Сотник выпустил ролик с интервью с Юрием Нестеренко, такой акционарий, антипутинский, вот они беседуют так это, как обычно, два пассионария, и тот его спрашивает, Сотник спрашивает Нестеренко, в чем объясняется, например, такое большое количество смертей в Соединенных Штатах, и тот же самый, которому дало убежище Соединенные Штаты, вот таким же, как Пянтковский, там, не знаю еще, Каспаров и прочее, не моргнув глазом, говорит, этому, этой причине есть короткая имя Трамп, он идиот, он whatever, и все, а Сотник так, только-то так заикнулся даже, говорит, его же все-таки выбрали, за Трампа голосует только необразованное тупое быдло, вот таким вот образом, понимаете, этот беглец, смотри, это не только он, у нас-то есть такая же Альбац, и Карина Орлова из Москоэховские такие девушки, хочется что-то побрить, говоришь, у меня сразу чесаться начинается, в неприличных местах, когда я говорю, и они тоже самые, говорят, они приехали в нашу страну, они приехали в мою страну, они еще меня осуждают, что я тоже тупой, нищебурет, там это как-то меня еще обозвала это Альбац, я уже даже забыл это слово, про шалыгой, да, про шалыгой, а вы слышали, да, это, и какой-то там капитан, я хочу еще рассказать, а давайте не будем спорить, давайте вот закроем этот разговор, да, и мы посмотрим, вот я, например, не хочу жить в России, потому что я считаю, те, которые там люди голосуют за Путина, я с ними не хочу, они тупые, они дровные, я не хочу жить в Иране, потому что за кого они там голосуют, тоже я не хочу, потому что я не хочу жить в этих обществах, среди этих людей, я даже навещать их не хочу, даже туда ездить не хочу, потому что мне это противно, если вам противно, что мой народ избрал тупой, пусть будет тупой, вонючий, прошалыги, там, нищеброды, пусть они избрали, вам не, чего вы здесь делаете, и езжайте себе, как Трамп назвал, в whole country, свое, и оттуда вещайте на Трампа, что же вы сюда приехали и обсираете мой народ, оскорбляете, хрен там со мной лично, мне не надо вам доказывать, какого я звания, какой статус я имею в Соединенных Штатах Америки, это мой народ, это они меня избрали, это они мне дали честь иметь такие звания, такие позиции, и не вам решать, ну хорошо, мы оставим это, давайте так решим, если уже второй раз этот народ выберет этого урода, дебилу, этого рыжего, там, оранжевого, как они еще его оскорбляют, езжайте к себе домой, все, забудьте, езжайте, уезжайте отсюда, зачем вы живете среди этого, этого быдла, я не понимаю, вот я бы не жил, мне бы не нравилось там в России, в Иране, я там не живу, что же вы здесь живете, вам не нравится, вы окружены этим быдлом, и вы здесь остаетесь, вот я не понимаю этого, давайте, хорошо, первый раз ошибся американский народ, все, бывает, ошиблись с Ейценом, ошиблись там, с Натаньяху, ошиблись с Зеленским, ошиблись, бывает, народ выбирает, потом разочаровывается, ошиблись, давайте с Трам, но если народ еще раз его переизберет, валите отсюда, пошли вон из моей страны, пошли вон из моего дома, приехали ко мне домой, и теперь здесь орете, какие котлеты вонючие, какая хозяйка дура, не ведут себя так. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день. Добрый. Юрий, я просто хочу спросить вас, а не думаете, что единственный раз Пальчевский ошибся, он действительно оговорился, или может не по знанию, это было единственный раз, я его знаю давно, как киевлянин, и скажу вам, то количество евреев, которые его в окружении, и все его выступления на каналах, никогда такого не было. Подождите, а вы не слышали только, что я сказал? Он сказал первый раз, он сказал, что из-за земельных реформ Зеленского враги Украины будут танцевать на 7.40 на костях украинцев. Это тоже ошибка? Хорошо. Он сказал, что это просто первая песенка, что ему пришла в голову. Второй раз он говорит, что в украинской, в нацистской гитлеровской армии служило 160 тысяч евреев. Да я слышал это через три дня. Потом он возвращается обратно на канал и говорит, я ошибся, я ошибся, приношу вам свои извинения, я проверил свои источники, источники он провел, разведчик такой, он источники проверил. Не 160, а 150 евреев служило, это вот три раза, вот это уже три раза. Потом он начинает извиняться, но он не извиняется, он извиняется за другого, что тот сказал про СС, а себя он, и он говорит, ну я из книжки взял эти 150 тысяч. Он не виноватый, эта книжка виноватая одна. Вы считаете, что вот это все случайно? Юрий, дай Бог, что всех таких Пальчевских, таких как Пальчевский, Не, подождите, вы нас спросили вопрос, или могло быть такое, что он ошибся. Я вам говорю, что я считаю, что это не ошибка. В то же время в России идет такая антиеврейская волна, что Зеленский изменил своим корням, изменяет и придает свою кровь. И в это время Пальчевский говорит то же самое, и не один раз. Вы говорите, что как я должен это... Ну, у меня спрашиваете, думаю ли я, что он ошибся? А вы думаете, он ошибся? Юр, вопрос в Ютьюбе. Вот стволы позади вас. А куда этот мужчина это делся? Все, отключился. Вопрос у нас, кстати, уже времени не остается. Стволы позади вас спрашивают, они настоящие? Они настоящие, но они демилитаризированы, они не стреляют. О, хорошо. Они как исторические экспонаты. Я вам скажу такую вещь, что настоящий воин, настоящий человек, воин, это бы в настоящей форме или даже в макетах бы не держал. Я думаю, может быть, даже куда-то убрать, выбросить. Потому что это инструменты убийства, это инструменты мучения, это инструменты пыток. Я их держу просто как экспонант, чтобы смотреть, чтобы тошнило на это. А многие люди почему-то этим восхищаются. Но у каждого свой подход. Юрий, огромное спасибо. Только не отключай от меня этих людей, пожалуйста. Мне никогда, никогда, нет. Потому что они сами отпишут. Спасибо огромное. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Это всегда удовольствие для меня и, безусловно, для наших слушателей. Всегда с нетерпением ждут этих программ с вашим участием. Спасибо. Всего самого наилучшего. Спасибо.